доброго утречка всем друзья итак мы находимся австрия альпы и видим вот такие дороги которые после снегопада виде почистили аккуратненько сейчас гребли и кстати я видел машинку ну вовремя не заснял которая вот потом вот тут справа кучу эту всю и туда за порт закидывает засыпает ну и соответственно за бортом у нас минус один градус мороза вот так похолодало как бы я ехал плюс 2 было ну и сегодня 11 декабря вот времени 851 лезем еще потихонечку царапаемся вверх высота у нас девятьсот тринадцать метров но еще лет я думаю что будет где-то около двух мороза наверно на этой высоте хотя у ребят там дальше где-то виппетан это питали и там вроде кто-то говорил там минус 10 было минус 6 в тех краях но такое дело просто хочется показать как работают службы и да и вообще вот красоты конечно я понимаю что туман время я бы еще бы то раньше поснимал красиво но темновато и опять за туманом ничего так не будет видно интересно едем мы на италию или в италию правильно может быть сказано выгрузка нас где-то в районе венеции сегодня пятница не знаю как это все получится хотя расстояние пишется мне 380 километров но еще должна быть и пауза еще должна быть и заправка и и все такое возможно все-таки выгрузимся но не знаю удастся ли загрузиться это вот вопрос если удастся загрузиться то конечно будем ехать и наверное уикенд будет опять в австрии ну скорее всего отнесли 5 будем загрузка 5 назад если же нет не выгрузимся то либо же выгрузиться но не успеем на загрузку но уикенд будут в италии чтобы мне хотелось конечно так а и друзья чуть не проехал который я вот это здесь 220 километр на а второй дороге здесь находится вот раз класса здесь очень принципе я у меня есть приборчик который измеряет жесткость воды так вот здесь какая-то как раз мягкая водичка которая после чайника когда ставишь закипает водичка она нету такого накипи то есть она мягенькая классная сейчас мы наберем это все и если они еще эти краники не закрыли но будем пытаться как-то который как колоночки вот здесь службы которые там стоят ну как то так ладно едем дальше друзья ну хотелось бы еще опять записать немного олимпийской австрии уже заснежены хотя там у меня есть цепи который одевает на колеса в случае чего-то понятно всякое бывает в плане того что бывает и хололёд и все такое то есть бывает составляют одевают но честно ни разу не одевал хотя в наличии есть даже на контроле бывает спрашивает цепи есть есть хорошо ей дальше вот так вот но здесь тоже как раз визаевшую страну вернее навигация подсказывает то есть такие ну параметры либо что в этой стране там значит а если же это населенный пунктом 50 километров в час если это завод но это длинниковых почки не показывает наличие цепей обязательно включен свет постоянно ближний свет и наличие до цепей сказал и там алкоголя вот если у вас там 0 5 промилле что было то есть как бы максимально допустимое но не знаю может быть это для местных там не знаю я придержусь тому что есть резиденты нерезиденты или как мысли в случае того что вы просто тем более на работе вообще как бы пить нельзя то есть я думаю деликого это как я уже поговорил да это я видел лично своими глазами как германии там нафтахов приехали немецкая полиция вот они на обед заказали там картошечка такой там какое-то мясо стеки из-за нас не салаты так вот взяли по бокальчику пива все это не по обедали какой из нормальной серии поехали сказать что там безалкогольное пиво продается на наливом я предсказал бы но вот так как то что я видел но это для них может быть можно для нас ребята не устал на славу употребляйте вы приехать все работать работаете пола лис какая ситуация вы будете крайне и крайне и если еще кто-то покажет промилле алкоголя это вообще будет вот это тюрьма будет да это будет дорого это будут штрафы это будет и все и такого нету такого это я потом заплачу нет арестуют транспортное средство и все да вот того пока вы не уплатите вот так не было если для местных если кто-то живет в германии там могут быть рассрочку либо там после уплаты потому что человек который проживает здесь постоянный адрес и что такое а таких вот ну грубарик вы приезжие заезжие потом искать ловить потом на потом у адреса прописки потом он там не живет и проживает другом в третьем адресе это вот вот такие моменты ладно едем дальше еще такого друзья еду вот у меня уже лампочка загорелась топлива как бы на исходе не дали координаты но это через а сейчас она давится навигация 125 километров вот ну мало ли потому что все-таки воры подъем вверх-вниз и но идет потребление топлива все-таки большое мне пишет парит у тебя тебя сейчас показывают у меня как бы датчика такого нету это было вольво там можно будет показывать насколько тебе хватает даже на какое расстояние ну такое тут играется здесь же такого нету то есть сколько тебе на сколько тебе хватит здесь просто как бы стрелочка указательным как легковой машине в море так вот это не пишет у тебя как бы показ по иди датчику там типа как по компьютеру 224 литра баках ну я родну пишу я буду так хорошо дай бог чтоб доехать и все такое пишет не ну максимум ты спалишь там до 100 вернее используешь там 50 литров топлива там тебе доехать хватит забравимся 300 и так вот такие моменты я честно даже друзья вот в этом плане некоторые там вот засветилась я грунта лампочка горит все только переживаете если бы то я когда сам работал я таких моментов просто не допускал вот ну плюс минус конечно сам ориентируйся здесь опять же по слухам это все не буквально кого-то на автобане вот в немцах вроде бы закончилась топлива на подъеме вот там так все сама говорили говорили машина заглопла капанула воздуха как бы дизель и все мы стоит он на аварийке как бы прижавшись там чтобы то есть через какое-то время проехала полиция узнали чё почем вот выезд нас топлива нету окей хорошо и фишками обложили то есть как бы запасили но приезжает выспали бензовоз вот приезжает и заправляет полностью полные баки под завязочку то есть отблю ну короче полностью все залиться выписывают по хорошей цене и фактуру на фирму вот и тому же сам еще плюс трав не скажу сколько не скажу что почем и это все нужно оплатить и все и шефу выкладывать шеф то я да вот да вот экономия вот 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 там 100 литров дольем там где-то вот то есть 100 литров как бы для грузовика ехать ну как бы ни о чем она чтобы вы понимали на 200 300 километра это по ровному ходу где-то так и опять если подъем это будет поболее топлива идет сжигание вот и такая ситуация получалась так что я в этом плане не переживаю будет будет для проект полиция покажу переписку или скажу вот я предупреждал с фирмы скажут мне шеф почему ты сама и я главное дело что я предупредил все дальше работа вот это вот эти моменты сидя этим не управляем не сказали где заправиться сколько вот такой картой попользоваться ли все мне нужно буду я сам буду я сам эти вопросы решать а здесь если бы я бы ну грубо говоря как бы типа не предупредил или не известил логиста там диспетчера о том что там топлива там на исходе как бы можно такие качели там класть да вот это по моей вине я я не следил там почему не сделал вот а так себя просто скидываешь этот весь груз и все ну и опять же европа я думали здесь нас не бросят то есть у топлива кончилось да я прижался вот так от по мере возможности буду ждать помощи в любом случае это не тайга это не где-то там с угроба какие-то там вообще зимовник какой-то придут на помощь вот так недаром вот через каждых несколько там если можно смотреть некоторые стоят такие сос карманы и там есть телефон пожалуйста мало ли чего в том что есть не уезжает в зависимости что нужно то ли с автомобилем то ли что какие-то моменты вот так это в людях там где в нормальных цивилизованных странах у нас скажу в украине может быть такого нету хотя пытаются там какие-то платные сейчас дороги это построить но ладно это платы но должно всегда быть альтернативная бесплатная дорога то есть чтобы как вот в италии да есть бланк на табан есть пожалуйста бесплатно ладно едем дальше